Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чипашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня испытание День Донни. В этом испытании 7 эпизодов. Ограничено количество героев. И для первого боя давайте-ка я возьму команду из Эйприл и Пульверизатора. Итак, друзья, вперед бой. Первая волна. И наши герои в первом сражении встречают роботов-крэнгов и крысу. Эйприл первая наносит урон при помощи телекинеза. Вот, отлично. Пульверизатор тем временем дразнит врагов. Вот такими вот забавными жестами. Ну что ж, смешно и прикольно. Дальше Пульверизатор наносит мощный удар, вышибая первую крысу. Отлично. Ну и добивающий удар наносит Эйприл. Замечательно. Первая волна сметена и мы переходим ко второй. И да, друзья, смотрите, как забавно получается. Наши герои встречают клоны, либо двойники. Пульверизатор напротив Пульверизатора и Эйприл напротив Эйприл. И сразу же наш Пульверизатор прокачивает атаку для нашего отряда. Вот, а Эйприл тем временем по телефону пока связывается со своими друзьями, усиливая и подлечивая наш отряд. Ну что ж, вперед. Итак, Пульверизатор наносит мощный удар, выбивая первую крысу, а Эйприл уничтожает вторую. Супер. Ну вот, и настало время двойников. Почему-то вот не двигаются враги, значит наш Пульверизатор попробует справиться с вражеским. И да, наш запинал вражеского, а наша Эйприл выбивает вражескую. Ну вот, друзья, итак, удалось пройти вторую волну, и мы переходим к третьей. Кто здесь у нас? И куча Дони встречает наших героев. Тем временем Пульверизатора обновилась способность, и он продолжает разнить врагов, привлекая внимание к себе. А Эйприл понемножку выбивает роботов-крэнгов. Отлично, первый уничтожен, и второго выбивает Пульверизатор. Вот таким ходом падает, но наносит мощный удар, выбивая врага. Что ж, замечательно. Итак, Эйприл, метая вегер, добивает Дони оригинального. Пульверизатор тем временем прокачивает еще дополнительную атаку, а Эйприл пытается справиться с Дони классическим. Отлично. Ну что ж, друзья, итак, удар Пульверизатора по Дони из мультяшному, и мы празднуем победу. Ну что ж, неплохо сражалась наша двоечка Эйприл с Пульверизатором, и мы переходим к следующей волне. И да, наша награда это ДНК Донателло из фильма. Что ж, просто чудесно. Что ж, неплохо, друзья. Итак, второй эпизод. И раз мы начали, друзья, с положительных героев, хотя здесь мало положительных героев, остался только железная голова. Ну и давайте-ка, друзья, возьмем вот такую вот интересную двоечку. Это Бакстер Муха и Бакстер Стокман. Бакстер до того, как попал мутаген в своем любимом робо-костюме и уже мутировавший Бакстер Стокман Муху. Супер. Ну что ж, начнем битву, и Бакстер Муха заплевывает вражеского белканоида кислотой, забрасывает. Отлично. А Бакстер Стокман тем временем выпускает маусеров, благодаря которым подрывает весь вражеский отряд. Супер. Ну что ж, шутя, проходим через вражескую защиту. Переходим ко второй волне. Кто здесь у нас? Итак, железная голова, доктор Роквелл, плюс роботы Крэнгов. И на сей раз уже Бакстер Муха плюет и при помощи кислоты уничтожает врага. А Бакстер Стокман выпускает ударную волну, которая сметает на своем пути. Все, и мы переходим к третьей волне. Ну вот, добрались мы до Дони, и уже не осталось массовых атак. Тем не менее, Бакстер Муха при помощи зелья усиливает, подлечивает наш отряд. А вот Бакстер Стокман ракетным ударом подрывает гигантского робота Крэнгов. Неплохо. Вот Бакстер Муха пытается выбить обычного Крэнга, что у него неплохо получается. И переходит до неведения. Мощный удар, противник выбит. Кроме того, Бакстер Стокман пытается справиться с космическим Дони. Замечательно. И остается только ролевик Дони. Ну, у которого, опять же, нет шанса уберечься от нашего отряда. Что ж, здорово, друзья. И да, первые эпизоды, они самые слабенькие. Вот без проблем наши герои проходят через защиту. Дальше будет все сложнее. Ну, а пока наша добыча это ДНК Донателло из мультика. Супер. Ну вот, друзья, добрались мы до третьего эпизода. Давайте-ка я посмотрю, кого взять для следующего боя. Ну, и это будет вот такая вот интересная команда. Итак, возьмем Тигриного Когтя. И давайте-ка, друзья, я еще возьму Доктора Роквелла. Мне кажется, так будет интересно. И посмотрим, что из этого получится. Итак, Тигрин и Коготь вместе с Доктором Роквеллом против сборной... Вот, ну, можно сказать, Донни. Ну, здесь и роботы Крэнгов. И вот, смотрите, сейчас и терминаторы Тараканы. Ну, как-то так. Что ж, подмораживаем гигантского робота при помощи морозного бластова Тигриного Когтя. Неплохо. Тем временем, Доктор Роквелл, благодаря своей психосилии, прокачивает дополнительную защиту и метает врагов кинжалы, мечи и кунаи. Отлично. Сметает терминаторов Тараканов, и мы переходим ко второй волне. Кто здесь у нас? Эйпл, Бенканоиды, вот люди-грибы. Даже вижу, есть Макмен. Отлично. Итак, мощнейший удар мечи от Тигриного Когтя, и он уничтожает Эйпл. Доктор Роквелл при помощи телекинеза пытается справиться с Макменом. Очень даже неплохо. А Тигриный Коготь наносит массовый урон при помощи своего бластера. Есть вторая волна Сметина, и мы переходим к третьей, в которой, скорее всего, нас встречает опять же целая куча Донни. Да, плюс гигантские роботы Крэнгов, у которых нет шансов, так как Доктор Роквелл наносит очень мощные удары. Есть Тигриный Коготь тоже довольно-таки неплохие царапающие удары. Да, вот смотрите, как Тигриный Коготь круто выбивает оригинального Донни, а Доктор Роквелл пытается справиться с Донни из фильма. Есть. Ну что ж, друзья, это победа, хотя вот Донни из мультика пытался что-то сделать, он пытался забросать наших героев сюрикенами, но это ему уже не поможет. Кроме того, Доктор Роквелл еще дополнительно усилил нашу защиту, нанес сокрушительный удар, и мы празднуем идеальную победу. Супер. Ну что ж, победа на три звездочки, и мы идем с вами дальше. Да, наша награда это ДНК Донателла Ведения. Супер. Ну что ж, друзья, добрались мы до четвертого эпизода. Давайте-ка я возьму вот железную голову и еще нейтрализатор. И вот все герои в сегодняшнем испытании уже сыграет, а дальше уже мы пойдем троечками, и все больше будем усиливать отряд, так как в РД становится все сильнее и сильнее. Ну а пока вот железная голова вот изрычит, кричит, вот своим динамиком налаживает на врагов негативный эффект дебаф, видите, уменьшение скорости. Кроме того, у нашей железной головы появился вот такой вот значок. Кстати, мы можем посмотреть в информации, что он означает, и это значок означает оскорбление, а у врагов уменьшение скорости. Вот у нас положительный баф эффект, вот оскорбление. Кроме того, у пульверизатора, вернее, у мутагеноида, видите, есть щит, значит, защита у нас плюсик. Супер. Ну что ж, понемножку будем сейчас выбивать врагов, и мутагеноид метает кусок мутагена, выбивая первую крысу. Ну, ого, итак, крысы пошли в атаку, но при помощи ракетного удара железная голова шутя сметает этих монстров. Замечательно, переходим к следующей волне. Давайте-ка посмотрим, что мы здесь можем делать, и давайте-ка я попробую нанести мощный массовый удар. Итак, бьет ладонями мутагеноид по земле и шутя сметает оставшихся врагов. Супер. Ну вот, добрались мы до третьей волны, и это пока все. Тем не менее, благодаря огнемету железная голова поджаривает первого робота Крэнгов. Отлично. А ударами ладоней мутагеноид добивает следующего. И у нас остается только Дони. Ого, итак, Дони космический пытается сбросить. Ага, он сканирует наш отряд, тем самым усиливая атаку для своего отряда. Уже по несколько бафов у них. Ого, еще пытались враги забросать наших героев гранатами. А вот до неведения еще и усилить дополнительной атакой. Ну, я не думаю, что это им поможет. Итак, железная голова атакуя выбивает до неведения. Мутагеноид разрушает классического Дони. И остается только космический, который никак не сумеет идти от нашей железной головы. И опять же, мы получаем победу. Супер. Ну что ж, победа на три звездочки. И мы идем с вами дальше. Вот наша награда это ДНК Донателло Ролевого. Что, конечно же, здорово радует. И мы переходим к пятому эпизоду. Ну что ж, друзья, как видите, надо увеличивать, усиливать наш отряд. И давайте-ка для следующего боя я возьму всех положительных героев. И это у нас Эйприононил, Пульверизатор и Железная голова. А уже дальше будем играть с вами отрицательным. Кстати, здесь у нас есть две ипостаси Пульверизатора. Кто смотрел мультик, сначала он был человек, а потом превратился вот в вот такого вот мутагеноида. Тем не менее, пятый эпизод. Давайте-ка пройдем только положительными героями. И надеюсь, они себя неплохо покажут. Итак, вперед, друзья. Вперед-вперед. И Эйппил сразу же наносит очень мощный удар при помощи телекинеза, сметая первого врага. Дальше Пульверизатор наносит опять же мощный удар, выбивая очередного гигантского робота. А вот Железная голова просто поджаривает робота при помощи своего огнемета. Замечательно. Вот шуча наши герои прошли через первую защиту. Переходим ко второй. Вот Белканоиды плюс роботы Крэнгов. Ну и на сей раз уже наш Пульверизатор дразнит врагов. Вот отлично Эппил решила усилить наш отряд. Вот замечательно. А Железная голова просто уничтожить его при помощи ракетного удара. Есть. Отлично. Единственным массовым ударом удалось уничтожить вторую волну. С третьей это уже не случится. У меня не осталось массовых атак, но я могу усилить атаку нашего отряда. Благодаря вот таким вот танцующим движениям Пульверизатора. Что ж, ничего страшного. Эппил метая свой веер, выбивает первого мутагиноида. Вот Железная голова тем временем издает возглас динамиком, привлекая внимание к себе, оскорбляя врагов. А Пульверизатор пытается выбить следующего мутагиноида. Отлично. Враг уничтожен, но не сломлен. Вражеский доктор Роквелл пытался атаковать Железную голову. Ох, 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 ох. Как непросто, как непросто. Итак, Эприл, давайте-ка пусть атакует Эприл. Вот, не сумела, не сумела. Но надеюсь, Пульверизатор поможет. Итак, есть. Удалось Пульверизатору Сеппер вместе запинать вражескую Эприл. А сейчас давайте-ка попробуем. Железная голова справляется с вражеской, с железной головой. А Эприл пытается запинать уже доктора Роквелла. Но в этом ей очень даже неплохо помог Железная голова. Ну вот, друзья, добрались мы до четвертой волны, в которой уже не 3, а 4 Дони. И Эприл первым делом выбивает робота Крэнгов. И мы попытаемся справиться с следующим вражеским отрядом. Да, Пульверизатор атакует оригинального Дони. Побеждает. И начинает уже сейчас дразнить вражеский отряд. Супер враг оскорблен, но не сломлен. И Эприл при помощи своего веригера метну пыталась выбить классического Дони. Не получилось. Но вот огнемет Железной головы очень здорово ей помогает в этом. Замечательно. Кроме того, подлечиваем, усиливаем наш отряд. Благодаря телефонному звонку. И пытаемся выбить оставшихся врагов. Итак, проходит удар Пульверизатора, но урон слабенький. Как видите, враги становятся все сильнее. Вот, ого-го. Итак, Дони из фильма прокачивает уклонение, усиливает атаку. Ну а у Железной головы обновилась способность. И он наносит ракетный удар, выбивая Дони мультяшного. А Эприл ставит точку в этом сражении, побеждая Дони из фильма. Супер. Ну что ж, друзья, победа на 3 звездочки. И мы идем с вами дальше. Да, наша награда это ДНК Донателла классического. Супер. Вот. Итак, друзья, добрались мы до 6 эпизода. И нам нужны уже герои посильнее. Давайте-ка я посмотрю, кого взять. Ну, особого выбора и нет. Давайте-ка я возьму двоих Бакстеров-Стокманов. Вот. Давайте-ка я возьму двоих Пульверизаторов. И еще на помощь им давайте-ка я возьму вот либо Доктор Рупола, либо Тигриного Когтя. Вот так. Да, мне кажется, друзья, так будет прикольно. Что ж, вперед. Вперед, вперед. Отряд, кстати, неплохой. Ну, и сейчас посмотрим, как он себя покажет. Итак, первым мы атакуют люди-грибы. И все почему-то атакуют бедного Бакстера-муху. Тем не менее, он пытается отбиться от них при помощи кислоты. Вот. Удалось оглушить одного из людей-грибов. Пульверизатор тем временем дразит вражеских грибочков. Опять же, оскорбляя их. А Доктор Роквелл прокачивает дополнительную защиту. Вот. Супер. Итак, у нас появился баф. Положительный эффект. Кроме того, надеюсь, ударами ладони мутагеной сметет первую волну. Есть. Первая волна уничтожена. Переходим ко второй. Ого. Итак, гигантские роботы-кренгов. Кроме того, вот попал между ними какой-то грибочек. И надеюсь, ударная волна от Бакстера-стоп у нас сметет эту вражескую защиту. Есть. Враг уничтожен. И мы переходим к третьей волне. Ого. Здесь шинигами, эпилку на яче и пульверизатор. Ну, тем не менее, понемножку будем сметать. И надеюсь, у нас все получится. Итак, не удалось при помощи кислоты выбить первого человека гриба. Но пульверизатор помогает Бакстеру-мухе. Отлично. Кроме того, доктор Руквелл. Вот благодаря телекинезу метает куна и мечи. И вышибает большинство врагов. Тем не менее, с синегами выживает. Но ненадолго. Бросок мутагена, мутагеноидом. И победа в этой волне. Итак, друзья. Следующий удар наносит Бакстер-муха. Пытаясь выбить пульверизатора. Пока как-то не очень. Но ракетный удар Бакстера-стокмана очень здорово помогает ему в этой битве. И да, мы добрались до четвертой волны. Ого. Итак, хорошая четверка. Космический Донни, Донни-Видения, Ролевик, Оригинальный и еще какой-то робот. Вот давайте-ка мы усилим наш отряд. Благодаря флажкам пульверизатора. И доктор Воквелл наносит мощнейший удар при помощи телекинеза. Отлично. Вот кроме того, усиливаем наш отряд. Благодаря сыровидке Бакстера-стокмана. И понемножку пытаемся выбивать врагов. Урон по Донни-космическому усилен. Бьет ладонями пульверизатор, пытаясь раздавить и неудачно. Тем не менее, Бакстер-стокман выпускает взрывных маусеров, которые взрываясь, наносят колоссальный урон, выбивая космического Донни и довольно-таки неплохо царапая остальных. Тем не менее, Бакстер-муха помогает выбить Донни-Видения. А дальше уже враги идут в атаку. Итак, оригинальный Донни в прыжке бьет Бакстер-мухой, но благодаря уклонению урон проходит мимо. Донни-ролевик пытается восстановить здоровье своего отряда. На это уже ему не поможет, так как пульверизатор выбивает оригинального Донни, а доктор Роквелл наносит критический удар Донни-ролевику. Супер! Ну что ж, победа на 3 звездочки и наконец-то, друзья, мы добрались с вами до финального. Наша награда, кстати, это Донателло оригинальный, а мы доходим с вами до финального эпизода. Итак, друзья, нам нужна самая сильная команда для этого сражения и сразу же беру Тигриного Когтя. Давайте-ка возьму Железную Голову, возьму Мутагеноида, возьму Бакстера Стокмана и нам нужен еще доктор Роквелл. Вот это самый сильный отряд, с которым нужно будет сражаться. Да, вот целых 5 волн, но я думаю, победа будет на нашей стороне. Итак, друзья, сразу же массовая атака Тигриного Когтя и он пытается поджарить роботов-крэнгов. Ну что ж, неплохо, один выжил, ненадолго. Да, вот пусть лучше еще прокачаем дополнительную защиту, не станем рисковать. Вот, и доктор Роквелл все-таки наносит удар телекинезом, выбиваясь, метая первую волну. Отлично, переходим ко второй. Вот, и приходит время Железной Головы, который сразу же без вопроса наносит ракетный удар. Отлично, большинство врагов выжило и опять же Бакстер Стокман наносит массовый удар ударной волтой, сметая всех врагов. Супер. Ну что ж, просто как нож, раскаленный через масло, проходит наши герои через вражескую защиту, переходит третьей волне и сейчас опять же массовая атака мутагеноида, ударом латоней, он плющит всех гигантских роботов. Супер, ну просто-просто здорово. Итак, четвертая волна, закончились массовые атаки, значит будем пытаться выбить вражеского хилера Эйпил. И Тигрин и Коготь пытаются подморозить его при помощи своего бластера, очень даже неплохо получается. Доктор Роквелл, метая куна и мечи сюрикены, забрасывает врагов, снимая большую часть жизни, но, как видите, враги выживают. Ненадолго ударом мечеты Тигрин и Коготь выбивает снегами. Отлично. Кроме того, железная голова пытается поджарить вражеского китайского, вот китайскую сборку своего же образца. Вот удается уничтожить ему своего клона. А дальше мутагеноид метает кусочек мутагена в Кейси Джонса. Тот выживает. Тот выживает. Есть возможность выпустить массовую атаку, но я ее пока приберегу. Пусть Бакстер Стокман ракетным ударом лучше выбить Кейси Джонса. Да, вот здоровье спринтера в красной зоне. Он еще пытается что-то медитировать, но это уже ему не поможет. Ударом доктор Руквелл побеждает и выбивает этого врага, а мы переходим к пятой волне, в которой нас встречает полный комплект Дони. Итак, пятеро Дони. Дони оригинальный, Дони видение, Дони ролевик, Дони мультик и Дони космический. И нам надо выбить первую очередь от Хиллера, это Дони ролевика. Тигриный коготь царапает его своими когтями, как видите, урон минимален, но зато Бакстер Стокман может выпустить Маусер, который подорвут вражь Голуб. Итак, взрыв. Отлично, большая часть Дони падает, что, конечно же, здорово радует. Вот, кроме того, Железная Голова налаживает негативный эффект дебаф, уменьшение скорости вражеского защиты, вернее, скорость движения, прошу прощения. Вот, Мутагиноид шлепающими ударами, расплющивающими, выбивает космического Дони, а Дони видение на Дони добьет доктор Руквелл. Да, да, удалось, удалось. Итак, отличнейшая победа, отличнейший бой, и мы идем с вами дальше. Просто-просто супер. Ну что ж, как видите, хороший результат, хорошая победа, и мы идем дальше с вами, вот, с наградой, получившей это ДНК Донателла Космического. Просто супер. Ну что ж, друзья, испытание день Дони пройдено сегодня, я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить поведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. До новых встреч.